В эфире Выборгская муниципальная телекомпания. Вы смотрите итоговую программу «Город». В студии Татьяна Анкудович. Здравствуйте. Ситуация с отоплением в Светогорском поселении под контролем главы администрации Выборгского района Ильдара Гелязова. От жителей поселка Лисогорский поступили жалобы на нарушение температурного режима в квартирах, расположенных в одном из подъездов дома номер 13 по улице Гагарина. Поздно вечером в четверг в поселение выехала комиссия под руководством замглавы районной администрации Андрея Голобородько. Проверка показала, что котельная работает в штатном режиме. Температурные нормы подачи тепла соблюдены. Однако, по словам жильцов данного подъезда, батареи в квартирах еле теплые. Они регулярно подают заявки в управляющую компанию. Мы электроприборы включаем. Они с утра пришли, замерили температуру и ушли. Я говорю, извините, у меня всю ночь обогреватели работали. А это не греется опять. У меня вообще холодные. Каждый день заявки дают. В прошлом году вот так же мерзли. Эта сторона в двух комнатах вообще не было тепла. Я уже не знала, куда мне даже вообще обратиться, звонить. Специалисты районной администрации обошли квартиры и убедились в том, что жалобы обоснованы. Был выявлен ряд нарушений, допущенных обслуживающей организацией «Святогорское жилищно-коммунальное хозяйство». Были выявлены систематические нарушения подготовки к отопительному сезону данного дома, поскольку основная проблема – это в стояках теплоснабжения. В данной стояке теплоснабжения заужены, в соответствии с чем температура не соответствует нормам. После обращения главы районной администрации Эльдара Гелязова на аварийную ситуацию отреагировал областной комитет государственного жилищного надзора и контроля. Сейчас уже поедем непосредственно на объекты, на жилые дома, попадать в квартиры, чтобы замирать температуру и уже по итогу принимать какие-то решения. Серьезные проблемы с отоплением и в здании, где располагается Лесогорский досуговый центр. Еще в середине декабря здесь прорвало трубу. Без тепла осталась половина помещений. Было обнаружено, что еще 16 декабря 2020 года здесь произошла аварийная ситуация, но с 16 декабря по сегодняшний момент здесь администрации никаких мер принято не было. В связи с тем была организована комиссия, были даны рекомендации администрации в ускоренном режиме провести противоарийные работы. После праздников была организована бригада из работников ресурсоснабжающей компании и они совместно с теми организациями, которые находятся сейчас в этом помещении, устраняют последствия аварии. Сейчас здесь основные работы наконец завершились, часть размороженной системы заменена, установлены новые радиаторы, было подано тепло. В администрации обещали следить за ситуацией. Напомним, в связи с сильными морозами Выборгский район переведен в режим повышенной готовности. При понижении температуры воздуха до минус 26, руководящий и инженерно-технический состав администраций переходят на круглосуточное дежурство. Виктория Иванова, Александр Сорокин, медиагруппа «Наш город». Ученики седьмой школы вернулись в свои классы. Основные ремонтные работы на кровле здания завершены. По словам исполняющей обязанности директора школы Ольги Безрученковой, осталось устранить мелкие недостатки. После приемки комиссии выявлены некоторые недостатки, которые буквально в течение короткого времени непродолжительного будут устранены. После учебного процесса, после того, как дети все уйдут из школы, будут доделываться ремонтные работы. И в короткое время эти недостатки будут устранены. Ремонт кровли школы номер семь планировалось провести летом, но в связи с отсутствием заявок от организаций, готовых к его выполнению, работы начались позже. Подрядчиком выступила компания «Форман». Средства выделили из районного бюджета. Однако в ходе ремонта было выявлено аварийное состояние нескольких декоративных элементов фасада, что также отодвинуло сроки сдачи объекта. В первом полугодии детям пришлось заниматься в других учебных заведениях, а учителя-предметники буквально разрывались между тремя школами. 9 декабря глава администрации Выборгского района Ильдар Гелязов встретился с подрядчиком и поставил жесткие сроки сдачи объекта после новогодних каникул. И они были выдержаны. Хочу выразить благодарность администрации района, подрядчику, коллективу учителей, работникам школы, которые вложили большой труд, большое терпение, уважение и понимание для того, чтобы результат был достигнут. И, конечно, хочу поблагодарить родителей и учеников, которые терпеливо ждали этого долгожданного дня. В Ленинградской области завершено создание единого цифрового образовательного пространства. К платформе obr.lenrec.ru подключены все детские сады, школы, колледжи и учреждения дополнительного образования. Это позволяет предоставлять гражданам удобные цифровые сервисы – от записи в дошкольное учреждение до знакомства с рынком труда. В систему также внедрены единый электронный дневник для школьников и электронная зачетка для студентов колледжей. Здесь можно проверить отметки своего ребенка, узнать расписание уроков, записаться на различные кружки или секции, пройти самодиагностику, чтобы понять свои сильные стороны и выбрать направление развития в свою будущую профессию. С внедрением цифровой платформы педагогам теперь доступна электронная форма прохождения аттестации. В системе также можно получить исчерпывающую информацию, необходимую для оформления ребенка в детский сад. Здесь представлена основная информация о всех детских садах Ленинградской области. Это адрес, местоположение на карте, телефон, сайт, электронный адрес, особенности зданий, режим питания, наличие групп для детей с ограниченными возможностями здоровья, время работы, количество мест на текущую дату, количество вакантных мест и количество заявлений в очереди на ближайшие три года. В Комитете образования также сообщили о переносе сроков подачи заявлений на зачисление детей в первый класс. Раньше традиционно прием документов начинался с середины января. Теперь старт кампании будет дан 1 апреля в 9 часов утра. Подать заявление можно несколькими способами. Непосредственно в школе, в многофункциональном центре, через портал Госуслуг или новую образовательную платформу obr.lenrec.ru. Следственный комитет Российской Федерации отмечает свой первый юбилей. Ведомство было создано 10 лет назад. 15 января 2011 года оно перестало являться составной частью прокуратуры и превратилось в отдельную структуру. В Выборгском следственном отделе трудится порядка 20 человек. Почти все сотрудники работают здесь совсем недавно. В том числе и руководитель, капитан юстиции Александр Исаев. 10 лет прошедшие показали нам, что следственный комитет состоятельен, как отдельный правоохранительный орган. Сохранились все прокурорские традиции следствия. То, что являемся продолжателями дела следователей прокуратуры. Появились собственные традиции. Наработан большой собственный опыт расследования уголовных дел новых категорий, которые раньше в прокуратуре не были. Например, с 2012 года впоследствии исключительно следственного комитета отдали все налоговые преступления, которые раньше были введены в органы внутренних дел. Полное обновление коллектива Выборгского следственного отдела произошло в 2020-м. Бывший руководитель Николай Супрун, занимавший этот пост 10 лет, получил повышение по службе. Сегодня в отделе работают преимущественно молодые специалисты. Все они переведены сюда из других регионов. Лейтенант Виктория Трофимова в Выборге с октября прошлого года. Сейчас она старший следователь отдела. Девушка признается, работы настолько много, что она до сих пор не успела как следует познакомиться с городом, в котором теперь живет. Честно говоря, город я еще особо не видела, сам Выборг, на протяжении этого времени. Просто ввиду того, что очень много работы. Работа занимает все личное время, работа занимает все рабочее время, в связи с чем у меня пока не было возможности увидеть город изнутри. В производстве у Виктории находятся особо важные и сложные дела, а также имеющие повышенный общественный резонанс. Свой профессиональный путь она начинала в Республике Карелия. Решение стать следователем родители девушки поддержали сразу. Тем более, что ее отец был сотрудником органов внутренних дел. Родители поддержали меня в Выборе, потому что у меня появляется пенсионер Министерства внутренних дел Российской Федерации по Республике Карелия. В связи с чем родители приняли мое решение, одобрили его и помогали мне на протяжении всего обучения. В настоящее время я не жалею о том, что я являюсь следователем, о том, что по окончании учебного заведения я выбрала именно данную профессию. В данной профессии я до сих пор узнаю для себя новые определенные юридические факторы, которые невозможно получить при просто теоретической практике. В ведении Следственного комитета Российской Федерации находятся самые серьезные уголовные дела. Тяжкие и особо тяжкие преступления против личности, коррупция, дела о невыплате заработной платы, налоговые преступления. Кроме того, именно здесь расследуются дела в отношении лиц, обладающих особым правовым статусом, таких как сотрудники правоохранительных органов, адвокаты или депутаты. Ежедневно следователи притворяют в жизнь принцип неотвратимости наказания. Работать здесь сможет, безусловно, не каждый. Хочется поздравить всех коллег с праздником, десятилетием. Я думаю, что это первый такой существенный юбилей, но не последний. Всем здоровья, терпения и успехов по службе. Чтобы стать хорошим следователем, знать законы и владеть дедуктивным методом недостаточно. Нужно еще иметь железную выдержку, быть отличным психологом и уметь, что называется, читать мысли. Ведь на профессионализм, ответственность и беспристрастность следователя рассчитывают те, чьи права нуждаются в защите. Татьяна Анкудович, Валерий Пресижнюк, Медиагруппа «Наш город». Выход на лед запрещен. По всему Выборгскому району появились вот такие запрещающие знаки. С наступлением морозов многие водоемы покрылись льдом, который многим кажется прочным. Однако специалисты предупреждают, выходить на него все еще крайне опасно для жизни. Самый опасный на сегодняшний день – это весь практически Финский залив. Это начиная от Балтийца и до границы. Если брать эту сторону, нашу сторону залива, то это от Советского и до Санкт-Петербурга. Льда нет. И если в течение последних, в пятницу, в субботу будут морозы, как говорят наши метеорологи, то лед в любом варианте встанет, но там будет существовать отрывы льда. Это опасные места. Нарушителям предписания грозит административная ответственность в виде штрафа в сумме от 2 до 5 тысяч рублей. Но иногда выход на неокрепший лед стоит дороже. Некоторые расплачиваются за это собственной жизнью. Так, в прошлом году в Выборгском районе, провалившись под лед, погибли 7 человек. Во-первых, не надо выходить на лед, если не знаешь, где он и какая его толщина. Второе, если уже у нас рыбаки выходят на лед, то мой просто совет, не одевайте вот эти вот старые бушлаты. Ей специально продаются костюмы по плавке. Выходите на лед в них, пожалуйста. Тогда, если вы провалитесь по какой-то случайности, у вас будет время принять какое-то решение. Напомним, запрет выхода на лед устанавливается местными властями. Как только ледовое покрытие водоемов станет достаточно прочным, ограничения снимут. Анастасия Покатилова, Андрей Неробов, Медиагруппа «Наш город». Область помогает выплачивать ипотеку. 148,5 миллионов рублей было выделено из регионального бюджета в прошлом году по программе улучшения жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного кредита. Компенсировать часть расходов по действующим ипотечным кредитам с помощью социальных выплат смогли почти 500 жителей Ленинградской области. 42 человека уже успели погасить большую часть кредитов и улучшили свои жилищные условия. Общая площадь приобретенного жилья составила более 3000 квадратных метров. Остальные получатели должны использовать свои выплаты до июня 2021 года. Чтобы принять участие в ипотечной программе, необходимо постоянно проживать в Ленинградской области, быть признанными нуждающимися в улучшении жилищных условий, иметь постоянную работу в течение года. Приоритет в получении социальной выплаты имеют молодые педагоги до 35 лет, работники бюджетной сферы, многодетные семьи, а также семьи с детьми-инвалидами или детьми, страдающими тяжелой формой хронического заболевания. Заявление для участия в программе необходимо подать в местную администрацию или МФЦ до 1 августа текущего года. Подробная информация о программе размещена на сайте Комитета по строительству Ленинградской области. Ночной рейд по барам Выборга закончился штрафами. Соблюдение ограничительных мер предприятиями общепита в новогодние праздники в ходе совместного рейда проверили сотрудники местного управления полиции, Следственного комитета, прокуратуры, районной администрации и инспекторы Роспотребнадзора. 6 января около полуночи участники рейда заглянули в ночной клуб «Премиум» на улице Кривоносова. Жалобы о нарушении противоэпидемиологических мер в отношении увеселительного заведения от жителей близлежащих домов в последнее время поступали достаточно часто. Напомним, что согласно постановлению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции с 23 до 6 часов утра всем ресторанам, барам и кафе разрешено работать только на вынос и доставку. Участниками рейда были выявлены нарушения, связанные с отсутствием необходимых средств безопасности. Зафиксировали они и отсутствие перчаток и масок на обслуживающем персонале. Кроме того, заведение продолжало обслуживать клиентов после 23 часов. Были оформлены протоколы, которые могут обернуться для предпринимателя серьезными штрафами. Так, в соответствии с законодательством, юридическим лицам может грозить штраф от 200 тысяч рублей, индивидуальным предпринимателям от 50 тысяч рублей. Граждане, находящиеся в местах массового скопления людей, рискуют быть оштрафованными на сумму от 15 тысяч рублей. Также в отношении нарушителя проводится проверка Роспотребнадзора. По факту нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Цифровизация шагает по планете. Учреждения и организации активно создают электронные базы данных. На сегодняшний день органы ЗАГС Ленинградской области оцифровали более 5 миллионов архивных документов, хранящихся в ведомстве с 1926 года. Перевод в электронный формат данных о рождении, смерти, смене личных данных и других актов гражданского состояния позволит упростить жителям региона получение госуслуг, а также ускорит выдачу гражданам дубликатов документов. Кроме того, сведения единой электронной базы ЗАГС будут доступны другим государственным органам для назначения пособий и иных социальных выплат без лишней волокиты. Открыть свое дело с минимальными затратами теперь возможно. В Выборге появился новый бизнес-инкубатор. Он находится по адресу проспект Ленина, 18. Большинство помещений трехэтажного инкубатора еще пустеют. В некоторых идет ремонт. Но на первых этажах уже все готово. Сюда постепенно заезжают первые обитатели. Воспользовался такой возможностью и Дмитрий Карпенко. У него семейный бизнес. Дмитрий и его жена изготавливают и продают изделия из глины, дерева и металла. По словам мастера, в каждое изделие они вкладывают душу и тепло своих рук. Мы гончарным делом занимаемся уже порядка четырех лет. И не только гончарным делом. Мы, в принципе, почему мы и называемся творческая студия. Потому что мы занимаемся и скульптурой, и в дерево направление у нас есть. Но на сегодня, получается, основное направление – это гончарное. Почему мы и стараемся здесь научить наших гостей, которые приходят и, в принципе, получают положительные все эмоции. Начинающие бизнесмены имеют уникальную возможность при поддержке профессионалов пройти путь становления – от разработки бизнес-стратегии до выхода на рынок. Инкубация новоиспеченной фирмы длится около трех лет, пока она не укрепится на рынке. Затем предприятие продолжает функционировать самостоятельно. Один из немаловажных плюсов нового бизнес-инкубатора – его местоположение. Он находится в центре Выборга, неподалеку от Красной площади. Это удобно для жителей города, туристов и самих предпринимателей. Однако не каждый бизнесмен сможет получить такую поддержку. К сожалению, не все могут воспользоваться бизнес-инкубатором. В словах, наверное, в формулировке самой «бизнес-инкубатор» понятно, что там инкубируется бизнес. То есть это начинающие бизнесы, деятельность которых осуществляется не более трех лет. И они имеют право поучаствовать в конкурсе. Помещения предоставляются на конкурсной основе. Победители конкурса, соответственно, занимают места и пользуются льготной арендой. Предприниматели, которые будут работать на базе бизнес-инкубатора в течение первого года деятельности, смогут вносить арендную плату в размере 40% от установленной ставки. На второй год размер аренды возрастает до 60%. Планируется также, что в скором времени в это здание переедут специалисты Выборгского центра поддержки предпринимательства. Они будут оказывать консультационные услуги и проводить обучающие семинары. Анастасия Покатилова, Андрей Неробов, Медиагруппа «Наш город». Сориентироваться в автобусных маршрутах по Выборгу помогут информационные стенды в остановочных павильонах. Таблички с расписанием присутствовали здесь и ранее. Новые стенды содержат больше данных и позволяют самостоятельно построить маршрут передвижения. На карте города отмечено местоположение остановки и номера автобусных маршрутов, следующих через эту точку. Отсутствие в Выборге специально выделенных полос для общественного транспорта иногда приводит к задержкам в движении автобусов. Поэтому на стендах указаны интервалы движения и номер телефона диспетчерской службы компании-перевозчика. В Выборгском районе ведется подготовка к крещенским купаниям. Основная задача, стоящая перед организаторами – обеспечение безопасности людей. Особое внимание будет уделено соблюдению противоэпидемических требований, установленных в 47-м регионе. По традиции перед купаниями проходит чин освящения воды. Вода в храме также будет освящаться и в нашем соборе, и во всех храмах Выборгской епархии, ну и всей Русской Православной Церкви по традиции. Освящается вода в баках, вода привозная, как правило, не из-под крана, а из родника, и раздается верующим вот в эти дни праздника крещения Господня. На сам водоем также будет выход ближе к окончанию вечерней службы 18 января. В 18.30 отправится крестный ход от собора. Крестный ход проследует по Крепостной и Пионерской улицам, к бывшей лодочной станции на набережной 40-летия ВЛКСМ. Здесь все желающие смогут окунуться в подготовленную купель. 18 января с 7 вечера до часу ночи, и 19 января с 9 утра до 8 вечера. Используют христиане воду крещенскую с величайшим благоговением. В течение всего года ее использовали. Она с греческих слов переводится как «великая святыня». Вот так ее греки называли, и так вот мы переводим эти слова греческие, и так, соответственно, должно быть к крещенской воде и отношения. И если погружаться, то также с молитвой, со вниманием, с благоговением, а не с воплями какими-то, в состоянии алкогольного пьяни. Ни в коем случае этого нельзя делать. Обеспечивать безопасность жителей в местах массового купания будут представители Всероссийского общества спасания на водах, медики и полицейские, пожарно-спасательные подразделения и сотрудники госинспекции по маломерным судам. Для недопущения массового выхода людей на лед будут задействованы сотрудники охранных предприятий, дружинники и волонтеры. Социальная дистанция на открытом воздухе должна составлять полтора-два метра. В палатках для переодевания – четыре квадратных метра на человека. Соблюдение масочного режима обязательно. Помимо Выборга, крещенские купания организуют также в поселках Поляны и Рощина. Специалисты предупреждают – погружаться в ледяную воду не рекомендовано людям с хроническими заболеваниями и патологиями сердечно-сосудистой системы. На этом наш выпуск завершен. Увидеть программу «Город новости» по-выборгски вы можете в любое время суток на сайте выборг.тв и в группах «Выборг ТВ» в социальных сетях. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова